Добрый вечер! Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. И сегодня начнем с человека, который был творцом украинской истории. Председатель Украинской Центральной Рады, первый руководитель Украинской Народной Республики Михаил Грушевский, один из отцов-основателей независимой Украины. После захвата ОНР большевиками Грушевский уехал в эмиграцию. Но в Кремле сделали все, чтобы заполучить историка назад. Во-первых, возвращение политика такого масштаба в советскую Украину было бы имиджевой победой Кремля. Мол, бывший президент ОНР принял советскую власть. Во-вторых, в начале 20-х годов Москва начала украинизацию. Ей требовались те, кто мог бы ее осуществить. Грушевский верил, что едет заниматься любимым делом – наукой. Но это была ошибка. Грушевского сразу же возьмут в оборот чекисты. Вскоре он окажется в тюрьме, а потом и вовсе умрет при загадочных обстоятельствах на операционном столе. Как Москва причастна к смерти первого руководителя независимой Украины? Исторические факты от Алексея Кобзаря. Убийство по-тихому. Кому была выгодна смерть украинского историка Михаила Грушевского? В России такие люди, как Грушевский, стояли поперек горла. Зачем его заманили в Москву и обрекли на почетную высылку? Он мешал многим вражеским силам, которые пытались ликвидировать независимую Украину. Не мирный атом. Чем пытались отравить Михаила Грушевского в харьковской тюрьме? Его тогда могли пытаться отравить, и эта попытка потом вылилась в ряд его болезней. Кто следил за Грушевским и где спрятан 9 из 11 томов уголовного дела формуляр? Найти в архивах том под номером 9 историком так и не удалось. Мы разобрались во всех деталях. Январь 1918 года. В Москве недавно отгремел Октябрьский переворот. Большевики наступают на Киев. Дабы отгородиться от Москвы и получить международную поддержку, Центральная Рада срочно провозглашает знаменитый 4-й универсал. Он объявляет независимость Украинской Народной Республики. Исторический универсал подписывает и оглашает историк и политик Михаил Грушевский. Официально его должность называется глава всенародных сборов. Но по факту все называют Грушевского первым президентом независимой Украины. Удержать позицию ему удается совсем недолго, ведь уже через несколько месяцев власть в результате переворота перейдет к Гетману Скоропадскому. Но судьба Грушевского останется в центре внимания Москвы. И через года после хитросплетений событий неожиданно оборвется здесь, в санатории для ученых в российском Кисловодске. Довольно ранний уход после несложной операции вызывает сомнения как современников, так и историков. Могло ли это быть умышленным убийством с режиссированным кровавой советской властью? Сегодня нам предстоит в этом разобраться. Неудобным для российских властей Михаил Грушевский стал задолго до 18-го года, еще во времена Царской империи. Россия в разных ее проявлениях, имперской, большевистской России, ей такие люди, как Грушевский, стояли поперек горла. Она пыталась их придушить, чтобы они не так активно говорили или даже уничтожить. Чего же так боялась российская имперская власть? Оказывается, слово. Ученый занимался глубоким исследованием украинской истории. Четко отделял ее от общей истории государства российского. Хочу написать для Украины ее историю, говорил Грушевский. И это свое желание он воплощал на протяжении своей жизни. В далеком 1904 году в питерском научном журнале печатью выходит статья на украинском языке, в которой Грушевский практически в пух и прах разносит базовый имперский миф о том, что Россия, Украина и Беларусь – братские народы, связанные одной историей. Грушевский отрицал, что украинцы – это ответвление. Михаил Грушевский считал украинский этнос базовым этносом для будущей Руси. Доказывает существование не маленькой части второсортного русского народа, а самостоятельной ветки славян. Более того, базовой ветки славян. От которой отделялись древние времена и некоторые другие славянские этносы. Эти идеи Грушевский хотел положить в главную работу своей жизни – цикл книг «История Украины-Руси». Существует позиция, что те государства, где историки успели написать историю, грант-нарратив, они сформировались как нация. То есть они аргументированно показали, кем они являются, кем является эта нация и что она имеет право быть. Те народы, которые не успели написать эту историю или не смогли по некоторым обстоятельствам, как показывает практика, они часто не могут состояться. Они часто не отбываются. В Петербурге ученый вел активную общественную работу в составе украинского клуба и редакции журнала «Украинский вестник». Позже даже нелегально украинского сообщества. Оставить такое без внимания имперская власть не могла. И в 1914-м, когда в Европе полыхала Первая мировая война, власть империи открыла тайный фронт борьбы против Михаила Грушевского. Его арестовывают в Австрии и отправляют в ссылку. После небольшого тюремного заключения он оказался в Симбирске. Потом, благодаря российским ученым, удалось добиться его перевода в Казань. В итоге, в 16-м году он переселился на высылку в Москву. В Украину он поехать не смог. И эта оторванность от архивов, от материалов затормозила его работу. Все изменилось после февральской революции, которая сбросила царям на улицах Киева. Митинги и возгласы «Свобода». Создается первый представительский орган украинского народа. Центральная рада. Будущий парламент. Грушевского избирают главой. Дальше произошел октябрьский переворот. Казалось бы, народная власть большевиков должна уважать народную власть украинцев. И главу ее парламента. Но как бы не так. Когда зимой 18-го года красные таки прорвались в Киев, они устроили здесь страшный террор. И первым делом атаковали именно дом Михаила Грушевского. Он стоял здесь, на горе, недалеко от железнодорожного вокзала. Большевики обстреляли дом из бронепоезда. Особняк сгорел. А вместе с ним и уникальная коллекция книг. В тот год власть в Киеве менялась чуть ли не каждый месяц. Казалось бы, красные большевики и белая гвардия воевали друг против друга. Но и те, и другие одинаково заклято не хотели видеть Украину независимой. Весной Грушевскому и семье выделили охрану. Из отряда сечевых стрельцов. И это сразу было использовано. На Грушевского, когда он переходил улицу из здания, где было заседание Центральной Рады, на улицу Терещенковскую, было совершено покушение. Бывший офицер российской армии, который переоделся в форму сечевых стрельцов, багнетом хотел убить Грушевского. Операция под чужим флагом. Не новинка для русских. Только недавно историкам удалось установить окончательно события того дня. Экс-офицер российской армии Гриник был одет в форму легиона сечевых стрельцов. В темноте он штык-ножом пытался попасть Михаилу Грушевскому в сердце. Но вместо этого ранил его супругу Марию Сильвестровну в руку. Нападающего скрутили и арестовали. А политик вместе с семьей подались в эмиграцию. Из-за приближения большевистских войск он уехал дальше в Европу. Сначала в Прагу, потом поселился в Вене. Там продолжал заниматься научной деятельностью. Сердце Грушевского оставалось в Украине. И ученый, политик всячески искал возможности вернуться. Именно в этот момент Москва запускает политику коренизации. Советы дают небывалые права и возможности всем нациям и народностям, проживающих на территории империи. Пытаясь расположить к себе людей, ненавидящих большевизм. В Украине начинается небывалая украинизация, подъем культуры, духа. Михаила Грушевского это подкупает? И его таки удалось. И его таки удалось советской власти очень коварно, элегантно, в стиле лучших, в кавычках, великодержавных традиций, заванить в Советский Союз, сделав его академиком. Потом его сделали еще и академиком в Академии наук СССР. Но сразу же после возвращения в Украину за Грушевским устанавливается негласная слежка. Сексоты, секретные сотрудники НКВД записывали каждый шаг историка и передавали информацию партийной верхушке. После возвращения Грушевского из эмиграции завели дело формуляр. Там 10 томов сохранились. За ним следили более 100 сексотов. Доносы можно прочитать. И эти сексоты писали, что делал Грушевский в близком окружении, что делал на заседаниях. И среди близкого круга Грушевского, к сожалению, тоже было много сексотов. Несмотря на постоянный контроль и прессинг со стороны власти, Грушевский использовал каждую свободную минуту, каждый клочок бумаги. Он часто писал даже на конвертах для того, чтобы создать работу всей его жизни. Серию «История Украины-Руси». Но к 30-му году Москва, напуганная небывалым ростом украинизации, уже сворачивает политику коренизации. На смену приходит террор. Когда он был арестован в Харькове по делу против так называемых украинских буржуазных националистов, его тогда могли пытаться отравить. И эта попытка потом вылилась в ряд его болезней. Тем временем в Москве идут тайные исследования радиоактивных веществ. Где-то через год там официально заявят – впервые расщепили атом. Некоторые историки считают, что это событие обозначилось и на судьбе Грушевского. Потому что после пребывания в тюрьме здоровье Грушевского резко пошатнулось. Могли ли его отравить радиоактивными веществами? Такие предположения есть. Но нет фактов, потому как в уголовном деле формуляр отсутствует один том. В киевских архивах сохранились 10 таких папок. Здесь все, что советской власти удалось собрать против Грушевского. Доносы сексотов, его расписание дня, встречи и высказывания на собраниях. Есть томы с первого по восьмой, а также десятый и одиннадцатый. Найти в архивах том под номером девять историкам так и не удалось. Куда же он пропал? Неужели кто-то пытается скрыть правду? И здесь есть сразу два варианта. Либо девятый том хранится в московских архивах, и тогда шанс восстановить историческую справедливость есть. И только после поражения Российской Федерации в войне с Украиной, когда украинские ученые смогут получить доступ к секретным московским архивам, только тогда мы сможем доказать. Либо часть личного дела была и вовсе уничтожена, поэтому последние три года жизни Грушевского нам приходится собирать буквально по крупицам. Во время пребывания в тюрьме он заболел воспалением легких. Это подтвержденный факт. Его заставляли писать показания, причем он писал и переписывал показания много раз. Можно увидеть, что сначала это были очень долгие свидетельствования, потом они становились короче и короче. И в итоге он написал, что от него хотели. Что он принимает и признает советскую власть, и он никоим образом не будет противодействовать власти. Результаты были иезуистскими. Грушевского не сослали в Сибирь. Его показательно переместили в Москву. Почетная высылка. Так об этом этапе жизни вспоминает сам историк. Ему категорически запрещено было приезжать в Киев. За ним велась круглосуточная слежка. Единственной радостью были ежегодные поездки в санаторий Академии наук в Кисловодске. Грушевский часто ездил туда с семьей. Поехал он и в 1934 году. Только вот поездка стала для него последней. И нестыковки начались с самого начала. Сильно я устал. Не могу дождаться. Это короткая телеграмма, которую сам Грушевский написал своей сестре Анне 4 сентября. Путевку он просил, как всегда, на август. Именно в конце лета они уже год к году ездили на оздоровление. Вот только в этот раз правительство не спешило. Почему? Неужели готовились к приему гостей в Кисловодске? В традиции советской власти, если человека невозможно, а точнее нецелесообразно казнить, то этого человека можно было положить на операционный стол, и там он благополучно умрет. Из воспоминаний дочери Катерины четко видно, когда Михаил Грушевский приезжает в санаторий, жалоб на здоровье не было, как и угрозы жизни. Обычный, ничем не примечательный санаторий, каких много во всем постсоветском пространстве. Но любил сюда приезжать Грушевский со своей семьей. Подышать воздухом, попить минеральной воды, оздоровиться. Медицинский персонал хоть и есть, но квалификация не позволяет лечить пациентов, а уж тем более оперировать. А вдруг такая необходимость появилась? У Грушевского ухудшилось состояние, появились карбункулы, это гнойное кожное воспаление. Для современной медицины вылечить такое состояние несложно. Михаил Грушевский просил допустить к операции своего хорошего товарища, которому он доверял известного хирурга, который мог бы безопасно и успешно провести эту операцию. По какой-то неизвестной причине главный врач не разрешил и сам взялся оперировать. Он не был хирургом по специальности, по образованию он провел операцию неудачно. Катерина, дочь историка, в своих письмах вспоминает. Папе пришлось делать операцию, ее было недостаточно, и потом снова резали через несколько дней, и снова аж три раза. А анестезии было мало, так что первые два раза резали почти по-живому. Трудно поверить, что анестезии было недостаточно, ведь и пациент с именем, и санаторий ведомственный. Возникают вопросы, не было ли это сделано специально, чтобы измучить пациента. Оперировали достаточно неудачно, и можно даже сказать, был такой термин «новпомоцкий», то есть «на ощупь», как тогда писала его дочь. Когда к Грушевскому таки привели хирурга из местной больницы, было слишком поздно. Даже зафиксировали, доктор сказал, а зачем вы меня вызвали к умирающему человеку? Я тут сделать уже ничего не могу. Почему Грушевскому не оказали должного внимания? Почему не позвали квалифицированного врача раньше? Неужели его смерть была спланирована? Судя по всему, Грушевского убрали тихо, под видом медицинской ошибки. Таким образом, чтобы не сотворить из него мученика за украинскую идею. Грушевскому, которому поездки в Киев были запрещены, вернуться на родину удалось только посмертно – в гробу. Сейчас здесь музей Михаила Грушевского. А сто лет назад в этом доме на одной из центральных улиц Киева жила семья его брата. Именно по этому адресу дочь Катерина отправляет телеграмму «Отец умер. Едем в Киев». Советская элита сжалилась и дала добро на погребение на Байковом кладбище. А в некрологе скромно написали. Совет народных комиссаров УССР с грустью сообщает о смерти в городе Кисловодске после тяжелой болезни академика Всеукраинской Всесоюзной Академии Наук Михаила Сергеевича Грушевского. То, что Михаил Грушевский был, по сути, первым президентом независимой Украины, оставалось под запретом долгие десятилетия. Его исторические работы цитировались, но без упоминания авторства. Фактически так продолжалось до распада Советского Союза. Но ни Российской, ни Советской империи так и не удалось уничтожить имя выдающегося украинца. Как они ни старались. Время все расставило по своим местам. Алексей Кобзарь. Исторические факты. Специально для телеканала Freedom. Язык имеет значение. Если у нации нет своего языка, то и нации нет. Это хорошо понимали в Российской империи, которая столетиями боролась с украинским языком. Летом 1863 года был нанесен еще один удар. Министр внутренних дел России Петр Валуев издал специальное распоряжение для цензуры. В историю оно вошло как «Валуевский циркуляр». А приостановление печатания на украинском языке литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. Валуев считал, что обучение на основе украинских книг совершенно ни к чему. Да и нет такого языка вообще. Украинский указывает высокопоставленный чиновник. Это на самом деле русский язык, испорченный поляками. Как империя столетиями пыталась уничтожить украинский язык. Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Борьба за украинское слово. С шестого раза цензурный комитет дал разрешение. Как в 19-м столетии имперцы пытались уничтожить печать. Малоросы хотят выступить против самодержавия. И заставить умолкнуть украинских драматургов и писателей. Вы представляете эти масштабы? Валуевский циркуляр, Эмский указ и другие тайные репрессивные документы Российской империи. Валуевский циркуляр изменил жизни многих украинских писателей. И почему их внедрение не остановило развитие украинской культуры? Старинная киевская лавра. Небольшой дворик за Успенским собором можно было бы и не заметить. Однако тут расположен особняк с наибольшим хранилищем древних книг в Украине. Хотя сейчас его залы пусты. Ценнейших фолиантов нет на стеллажах экспозиции. Они тщательно спрятаны от риска войны. Нам же согласились показать один редчайший и бесценный экспонат. Поэзия Шевченко начинается с поэмы «Сон». Это маленькая книжечка «Кабзарь» образца 1878 года. И так она сделана не зря, ведь хранит в себе тайну еще и с 19 века. Загадку старинного издания раскроем далее в сюжете. Во времена, когда массовая грамотность была еще недосягаемой роскошью, главной книгой для народа была, конечно, Библия – основной учебник жизни. В Российской империи все издания были на церковно-славянском. Однако в Украине в 19 столетии появилась инициатива перевести главную книгу на украинский, понятный простому народу. Что тут началось? Сжигать книги на кострах любили в мрачном средневековье, уничтожавшем любые ростки инакомыслия или свободы. Но в начале 19 века в имперской России традиция продолжала успешно жить. Местные церковники сожгли целый тираж, вы не поверите, Библии. Чем же святым отцам не угодило Святое Писание? Лишь тем, что было переведено с церковно-славянского на светский язык русский. Священнослужители были против любых переводов, но через 40 лет, в 1862 году, Святое Писание таки выйдет в печать на русском. А годом позже будет готовый перевод Филиппа Мурачевского на украинский язык, который сразу же вызовет неимоверный скандал. Как это Евангелие для хохлов будет на хохлятском языке? Попы они говорили, что если кто-то из высоких чинов позволит хохлам на их языке Евангелие, то их ждет слава Герострата. Кто такой Герострат, тот, кто сжег храм Артемиды, чтобы войти в историю вот таким плохим делом. Всполошились аж в столичном Петербурге. Ведь киевский губернатор Анненков написал шефу жандармов в том, что малороссам нельзя давать свою Библию или вообще письмо, так как это усилит их сепаратистские настроения. Добившись же перевода на малороссийское наречие Священного Писания, сторонники Малороссийской партии достигнут, так сказать, признания самостоятельности малороссийского языка. И тогда, конечно, на этом не остановятся. И опираясь на отдельности языка, станут заявлять о притязании на автономию Малороссии. Церковники же написали и тогдашнему министру внутренних дел Российской империи Петру Валуеву лично. Было три структуры – Министерство внутренних дел, Министерство просвещения и Святейший Синод, Русская Православная Церковь. Втроем они в переписке выясняли, насколько вредно будет что-то делать на украинском языке. На чем же базировались такие тревоги имперских чиновников? Какие настроения на самом деле царили в украинском обществе того времени? Старинные улицы Киевского подола, здания с ресторанами и галереями в 19-м столетии были доходными домами и жильем местной украинской элиты, творческой интеллигенции, как бы сейчас сказали, бизнес-класс. У нас были балы, на балах собирались паны, по 200 карет съезжалось, все кареты запряжены лошадями. Вы себе этот автопарк представляете? Этих всех лошадей надо было накормить, надо было кучеров где-нибудь поселить, накормить всю эту челюсть, пока господа будут развлекаться. Вы представляете эти масштабы? На балах говорили и о том, что у украинцев своя судьба и свой путь. Вспоминали, что они прежде всего наследники Гетьманщины и казаков, которых разогнала Екатерина. Были там и совсем неожиданные гости. Вы только представьте бал, на который кулиш привозит Шевченко. Меценатство, поддержка литераторов, художников – главный тренд тех лет. Украинские заводчики, купцы, фабриканты их охотно финансировали, понимая, что без своей культуры никуда. В 1860-м сахарозаводчик Семиренко, например, отдает 1100 рублей на печать полной версии Кобзаря, понимая ее значение для украинцев. Во времена повальной цензуры поэмы Тараса Шевченко власть мистически не замечала, хотя он открыто критиковал империю еще и на ненавистном ей малороссийском языке. На самом деле арест Шевченко был всего лишь делом времени. Спустя несколько лет его впервые взяли под стражу за поэму «Сон» – манифест против рабской покорности. Тогда же раскроют и секретную политическую организацию «Кирилло-Мефодиевское братство», главной целью которой была украинская освободительная борьба. Членами «Братства» в основном была интеллигенция из Киевского и Харьковского университетов. «Братство» было немногочисленным. Этим делом они шокировали тогдашнее российское правительство, ибо те впервые столкнулись с тем, что верные малороссы хотят выступить против самодержавия, теоретически, и превратить славянство в демократическую федерацию. В это просто не могли поверить и делу не дали огласки. Со временем выяснится, все тому же министру внутренних дел Валуеву тайную организацию сдал доносчик, некий студент Петров. Старательно выведенный каллиграфический почерк на официальном бланке цензурного комитета МВД Российской империи за подписью самого министра. Секретный документ того времени, который не должны были видеть посторонние. Однако его смысл – это сплошные запреты для украинцев на печать религиозных и научно-образовательных книг. Разрешение только на художественную литературу. Итог после лицензирования. Все того же цензурного комитета. За четыре года перед Валуевским циркуляром было напечатано 114 книг украинским языком. Для того времени это было значительное количество. А уже после него за следующие пять лет только 14. На книжки для начальных классов запрет. То есть начинать образование требовалось только на русском языке. Даже перевод на украинские всемирно известные классики под лупой цензоров. Когда подали в цензурный комитет перевод Бориса Гринченко «Повести Робинзон Круза», то лишь шестого раза цензурный комитет дал разрешение. Все время что-то он требовал убирать. И вот печатать в таких условиях украинским языком было очень сложно. Валуевский циркуляр изменил жизни многих украинских писателей. Пантелеймон Кулиш, например, поехал на Галичину. В то время она была под Австро-Венгрией. И там печати на украинском никто не препятствовал. На этом редком фото украинские писатели, среди которых такие громкие имена, как Ольга Кобылянская, Михаил Грушевский, Иван Франко. Этот съезд, приуроченный к столетию, Энеида Котляревского прошел во Львове. Ведь литераторов вынудили уехать туда подальше от имперских репрессий. Цербер контролировал тогда души украинцев. Он стимулировал украинское движение для поиска новых креативных направлений. Это был тот петух, который клюнул нас. И в результате он нанес России больше вреда, чем принес пользы ее государственному единству. Там победе над украинством, кроме Киева и Петербурга, получили еще украинский центр в Галичине. Циркуляр обходили еще и тем, что печатать, конечно, нельзя. А вот ввозить литературу из-за границы никто не запрещал. Так в Украину попали украинские книги. Однако это решит исправить уже Александр II эмским указом. Эмский указ был значительно строже валуевского циркуляра. Он запрещал уже не только книги, а и театральные постановки на украинском. Но ведь украинский театр того времени был на пике популярности. Чего стоили только пьесы Карпенко-Карова. Драматургом и актером Карпенко-Каром восхищался тогда уже широко известный писатель Иван Франко. Несмотря на службу в театре, Карой служил в полиции. Однако в его произведениях, таких как, например, «Сава Чалый неприкрыто читается любовь к Украине», за его постановками пристально следили петербургские цензоры. После доноса драматурга выслали на долгие пять лет в российский Новочеркасск. Эмским указом запрещены украинские театры, песни, уже не только церковные тексты, а и богослужения. Преподавать русский в школы даже завезли учителей с территории России. Это то, что мы видим сейчас на наших оккупированных территориях. В Киеве закрыта знаменитая украинская газета «Киевский телеграф». Фактически в Киеве все равно существовало украинофильское движение. На самом деле можно запрещать многое печатать. Но ты не запретишь переписку, общение, творчество там как таковое. То есть это было хроническим показателем слабости. Однако многие авторы в поисках работы все же вынуждены будут уехать в Европу. Ведь их просто вытеснят с родины. Именно там начнется еще один расцвет печати. Теперь уже в украинских диаспорах. Были напечатаны газеты и журналы. Печатали и разные брошюры исторического содержания. Их распространяли среди украинцев в Европе. В Женеве образовывается особое объединение украинцев. Во главе с Михаилом Драгомановым они организуют печать книг. Годовщину от рождения Шевченко тут в предисловии этой книжечки это написано. Решили напечатать кобзарь, чтобы почтить его память. Однако завозить книги в Украину официально запрещено. Ведь их могут изъять. В этом и кроется ответ нашей загадки. Что за кобзарь нам согласились показать в музее книги. Размер выбран не случайно. Исследователи изучили, что такого размера завозились сигареты из Европы в Российскую империю. И вот такой маленький кобзарик запаковался вместе с сигаретами. И так тайно переправлялся в Украину. По приблизительным подсчетам, так удалось завести всего 200 бесценных экземпляров. Ну а этот уникальный экспонат – революционный пресс для книг методом литографии, который появился во время Эмского указа. Он позволял печатать быстро и существенно расширить тиражи. А также сделать книги значительно дешевле и доступнее для населения. Если бы не было запрета валуевским циркулярам, то мы бы сейчас имели значительно больше книг украинским языком, напечатанных с помощью литографии. Этого не случилось, потому что это было запрещено. Эмский указ будет отменен в 1905-м во время Первой революции Николаем II, которого со временем снесет уже большевистская власть. Однако в дальнейшем свои запреты она также будет строить на основе все тех же царских документов, след которых сейчас заметен и в путинских указах. У них на все был указ о запрете. После каждого такого запрета, где только было украинское что-то, оно подчищалось. Документы, архивы, книги, все, что было украинское, жглось, сжигается и сегодня на оккупированных территориях. Потому что язык объединяет людей в один народ, и его сохранение ведет и к сохранению нации. Именно поэтому в Петербурге так боялись украинской литературы и театра на протяжении всего 19-го столетия. Катерина Павловская, исторические факты, ICTV. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok